С главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Финансирование увеличат. На развитие агропромышленного комплекса в Ненинском округе будут выделены федеральные средства. На что направят деньги? Готовимся к Новому году. В окружной столице приступили к украшению улиц и общественных мест. На городских улицах уже появились первые гирлянды. Доброта спасет мир. В нашем эфире расскажем о неравнодушных жителях Ненинского округа, которые помогли сотням ребятишек справиться с тяжелыми заболеваниями. В начале выпуска информация об эпидемиологической обстановке в регионе. По информации, публикованной на официальном сайте администрации Ненинского округа, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Ненинском округе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 считаются 558 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за сутки выздоровели 13 человек, перенесших коронавирусную инфекцию, а с начала пандемии 499 человек. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лабораторий уровня референс, находится 101 пациент, в том числе 15 бессимптомных носителей. Из них в стационаре получают лечение 14 человек, находятся на амбулаторном лечении 87 человек. Умерших от коронавирусной инфекции в регионе нет. С начала пандемии проведено 12 137 ПЦР-исследований на выявление инфекций за прошедшие сутки 150. Спасибо врачам, которые работают сверхурочно, делают эти тесты. Мы увеличили практически в три раза ПЦР-тестирование. И естественно, тестируя больше людей, мы получаем и больше случаев заражения. Как сообщили в региональной администрации, по поручению главы региона созданы несколько горячих линий. В том числе, единая линия по коронавирусу, горячая линия Роспотребнадзора, волонтеров, Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, отдельная линия по лекарственному обеспечению. Имеется два телефона, по которым может любой из желающих позвонить, узнать, какие препараты есть в наличии, но только для сети Ненецкой фармации. Это по нашему городу и по поселку Искателей. Также у нас производится отпуск бесплатно для больных коронавирусной инфекцией после подтверждения доктором. То есть доктор выписывает рецепт больному, приходит сюда или медработник, или же волонтер, или же кто-нибудь из родственников, кто может подойти с бесплатным рецептом и получить лекарство для лечения коронавирусной инфекции. Добавим, чтобы защитить себя и окружающих, пользуйтесь проверенной информацией о болезни и принимайте необходимые меры профилактики. На развитие агропромышленного комплекса в Ненецком округе будут выделены федеральные средства. Благодаря софинансированию общий объем поддержки сельского хозяйства и АПК в 2021 году составит порядка 94 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе заседания профильной комиссии окружного парламента. Ольга Русл продолжит. На гранты семейно-родовым общинам коренных малочисленных народов Севера в следующем году выделят 5 миллионов рублей. Максимальный размер гранта 300 тысяч рублей. Кроме того, еще полтора миллиона рублей предусмотрено на реализацию оленеводам и чумуработницам дров для отопления кочевого жилья по льготной цене. С учетом сложности, которая складывается с финансированием в следующем году, мы наблюдаем недофинансирование ряда статей. Основные расходы, конечно, сохраняются. В первую очередь, это на 100% сохранены субсидии на поддержку оленеводства, молочного животноводства. То есть, производители получат финансовые средства, запланированные в полном объеме. Кроме того, в бюджете предусмотрены субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере развития межнациональных отношений или представляющим интересы коренных малочисленных народов Севера. На эти цели направят 818 тысяч рублей. Максимальный размер гранта составит 250 тысяч рублей. Еще 500 тысяч предусмотрено для НКО на организацию их деятельности. Также депутаты предложили предусмотреть средства на гранты некоммерческим организациям на выполнение социальных проектов и на субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. На 2021 год на эти цели финансирование не предусмотрено. Недофинансированные на следующий год планово остаются пока еще расходы, связанные с компенсацией доставки продукции в отдаленные населенные пункты. Это вопрос очень серьезный. В седании у нас присутствовали руководители потреб общества, все и депутаты единогласно высказали за то, что нам в следующем году эту субсидию обязательно нужно сохранить для того, чтобы поддержать жителей населенных пунктов, для того, чтобы не допустить повышения цен на продовольственную продукцию и для того, чтобы все продукты необходимые были в полном объеме, чтобы не допустить ни в коем случае срыва завоза продуктов питания в эти отдаленные пункты. Вместе с тем, по словам руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа Альберта Чебдарова, в 2021 году увеличится объем федеральной поддержки сельхозпроизводства оленеводческих хозяйств. Речь идет о компенсирующих субсидиях на поддержку племенного животноводства и возмещении части затрат по наращиванию поголовья северных оленей сельхозпроизводителям, крестьянским фермерским хозяйствам, СПК и акционерным обществом. Депутаты также предложили ни в коем случае не выделять субсидии, к сожалению, в прошлом году эти случаи были, не выделять субсидии на поддержку сельхозпроизводителей из других регионов, для того, чтобы эти случаи исключить. Благодаря софинансированию с федерального бюджета общий объем поддержки в 2021 году составит более 94 миллионов рублей. Для сравнения, в 2020 году из федерального бюджета выделено 22 миллиона рублей. И общая сумма составила 35 миллионов рублей. Увеличение финансирования стало возможным благодаря совместной работе регионального собрания депутатов и администрации округа. В окружной столице приступили к новогоднему украшению улиц и общественных мест. Первые праздничные гирлянды уже появились на улице Смедовича. В этом году подготовка началась раньше, чем обычно, и к 25 декабря рабочие планируют завершить работы. Александра Литкова продолжит тему. В этом году все работы по украшению столицы округа к праздникам возложены на муниципальное предприятие «Чистый город». Все необходимое для создания новогодней атмосферы имеется. Согласно плану графику, главная елка города будет установлена 5 декабря. А пока по традиции в первую очередь украшаются центральные улицы Нарьенмара. Работники МБУ «Чистый город» приступили к работам по новогоднему оформлению города. На данный момент установлен шлейф на улице Смедовича и дальше приступили к оформлению площади в районе городской администрации. Работу планируем завершить до 25 декабря. Все работы. Что касается поселка Искателей, то к новогоднему обустройству здесь приступят 10 декабря. Провели конкурс, провели закупку. «Мы готовимся к новому году, невзирая ни на какие вирусы. Поэтому где-то 10-15 декабря у нас должно быть все мигать и светить. Мы закупили атрибутику разную. Она у нас будет размещена на нашей площади, будет размещена в сквере геологов. Будет такая красивая проходная зона пешеходная». Кроме того, в этом году в поселке Искатели появился арт-объект «Звезда Победы». Памятный знак установили в районе танка Т-34 в честь 75-летия Победы Великой Отечественной войне. Муниципальный контракт на изготовление и установку звезды был заключен с компанией «Ремстройсервис» на сумму порядка 800 тысяч рублей. «Мы ее еще доделаем в плане того, что не успели сделать озеленение возле нее и кое-какое еще благоустройство. Но это уже на следующий год мы ее доделаем, доведем до ума. Чтобы это была такая визитная карточка, чтобы население подходило, смотрело, подошли, сфотографировались, положили цветы на 9 мая». Памятный знак подсвечивается светодиодными лампами, а на задней стенке звезды каждый год ко Дню Победы будут гравироваться различные праздничные надписи. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север». Жить в темноте. Сегодня во всем мире отмечается Международный день слепых. По статистике в России количество незрячих и слабовидящих превышает 210 тысяч человек. Ежегодно около 45 тысяч становятся инвалидами из-за проблем со зрением. Из них более половины – дети и подростки в возрасте до 18 лет. О том, кто помогает войти в новую жизнь людям, потерявшим зрение, расскажет Наталья Дуркина. Луиза хозяинова работала на рыбокомбинате. Там же поднималась по карьерной лестнице. Однако наступили тяжелые времена, и Луиза Павловна попала под сокращение. Стали сокращение. Предприятия стали рушиться, как говорится. А мне только исполнилось 50 лет. Был такой крах, поэтому я очень сейчас переживаю, когда идет людей сокращать. Это очень тяжело. Но мне повезло. Мне предложили прийти в администрацию. Там не было еще центра занятости. Просто один человек занимался. Что предложат мне работу. Я пошла. Вот мне предложили. Длится и до сих пор еще меня привели. Значит, он мне рассказал о работе своей. Но я так думала, как же я буду с ними работать. Но согласилась. В 91-м году Луиза хозяинова отправилась получать специализацию. На месте сотрудников обучали чтению шрифта Брайля, а также основам ориентирования в пространстве. Там женщина увидела тотально слепых людей. И что интересно, там даже учились в институтах, они при этом реабилитационном центре. Чтобы они знали, что такое жизнь на ощупь. Когда ты… ой, я сейчас не выключила свет, они говорят, да девочка, мы ничего не видим. У нас одна темнота. Знаете, как страшно. Уже более 30 лет Луиза хозяинова и Борис Бажуков обучают, помогают людям с особым недугом – слепота. Они приходят к нам. Некоторые не приходят. Говорят, вот идите к Борису. Но они уже страдают, они уже переживают. Зачем мне жизнь эта? Но все-таки потом, когда приходят, они становятся то самое как… Он дает толчок, что я вот не вижу. И я говорю, вот не видите, он все абсолютно делает. И вы научитесь. Но это надо сила и воля. Поэтому мы живем… Мы такие же, как все, но только сильнее. Должны перебороть. Если переборют, значит, захотятся жить, увидят, значит, они будут нормальными людьми. Но вот молодежь трудно переходить на это. Борис Бажуков еще до предоставления помещения для организации работал пять лет на дому. Обучал слепых новой жизни. Давал надежду на будущее. Всероссийское общество слепых прошло долгий путь становления. И вот уже в этом году они отмечают 80-летний юбилей. Очень было много разных случаев, где что-то тяжелые годы были. Мы выжили. Дай Богу, значит, нашим руководителям. У нас их много поменялось. Все по своей мере, все помогали. Ну, в данный момент тоже администрация нам помогает. Нефтяная компания Ненецкая нам помогает. Огромное спасибо. Ну, и мы сами как по себе проявляем активность. Наш актив совместно, вот, со мной. Ну, вот, решаем проблему. Живем, значит, так сказать, много со временем. У нас уже создан хороший революционный центр. Людей, столкнувшиеся с потерей зрения в организации, обучают владению последними средствами массовой информации, а также пользоваться гаджетами. Сейчас вот этот телефон у меня вот лежит. Я вот за эти три дня установил все программы. Все. А потом уже мы в понедельник с ним созвонимся. И чисто индивидуально он опять так же к нам придет. Ну, вот. Мы не собираемся, что у нас там много человек. Он один. И я ему настрою полностью уже отпечаток пальца. Все, все. И он уже будет в полноправном режиме работать. Однако есть и пожелания. На время отпуска основного врача-окулиста на замену приходит другой, но не на полный рабочий день. Отчего многие незрячие и слабовидящие не могут попасть на прием. Конечно, это доставляет огромное неудобство. А у нас такие проблемы. Вот сейчас недавно случай был. У инвалида давление глазное более 50. А нормальное давление не больше 20. Он же может глаз потерять полностью. Один уже потерян, считай, что уже почти на удаление пойдет сейчас. И вот он раз, а Марины нет. Пошел в платную. А там посмотрели, говорят, срочно капли. И через неделю придешь, и ты что, срочно в Архангельск надо ехать. А кто будет оформлять? А кто? Кто будет оформлять? Вот эти вопросы мы будем поднимать. В данный момент в обществе слепых 109 человек. Они размещаются в двухкомнатном помещении. Там же находится библиотека, столы для шахматистов. Конечно, места не так много, как хотелось бы, признается Борис. Однако и это пространство используется по максимуму. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. 13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Официально он был учрежден в Сингапуре в 2000 году. В этот день традиционно миллионы волонтеров и добровольцев по всему миру проводят благотворительные проекты и марафоны. В 2020 году из-за пандемии коронавируса празднования проходят в онлайн-формате. Но, как показала практика, для доброты нет границы в препятствии. Наша съемочная группа тоже решила присоединиться к акции и рассказать о неравнодушных жителях Неницкого округа, которые в трудную минуту протянули руку помощи и помогли сотням ребятишек справиться с тяжелыми заболеваниями. Любовь Пермякова продолжит. У нас во всем прогресс идет. Да, во всем. Даже вот кто год назад с ней общался, да, и в детском садике воспитатели отмечают. Лиза Михальченко уже уверенно может делать шажки. И это благодаря вам, дорогие телезрители. Историю девочки со сложным диагнозом жители НАУ узнали в 2018 году. Тогда мама Лизы Асия обратилась ко всем неравнодушным землякам с просьбой помочь в сборе средств на реабилитацию ребенка. И случилось чудо. Благодаря откликам людей необходимую сумму удалось собрать всего за несколько дней. А мама с дочкой отправились в столицу на месяц раньше планируемого срока. Вот хочется сказать, что жители Наринмара очень добрые и отзывчивые. И огромное спасибо всем, кто нам помогает и спрашивает, интересуется. Всегда нас знают в городе. Я со всеми здороваюсь. И вот с нами тоже всегда здороваются. И спрашивают, как Лиза всегда, как Лиза. И я показываю, да, вот посмотрите, Лиза тоже здоровается, радуется. И еще хочется сказать, что очень много жителей, которые нам помогают не только материально, но и приносят вещи, приносят даже средства, с помощью которых можно проводить занятия. Именно жители Нениского округа дали шанс Лизе на полноценную жизнь. Ведь чем раньше начинается реабилитация, тем больше у деток шансов на нормальную жизнь без инвалидной коляски. Бороться с недугом ребенку помогала целая бригада врачей Московского центра. Логопед, остеопат, ортопед и невролог, которые смогли поставить ее на ноги. И, конечно, усилия самой девчонки. Ведь некоторые упражнения давались ей через нестерпимую боль. Сейчас Лиза не только передвигается без помощи взрослых, но и как большинство наридмарских ребятишек ходит в детский сад. В коллективе ее очень любят. Ее очень любят воспитатели, ее очень любят ребята. Она когда приходит в группу, все говорят, что Лиза пришла, ура, со мной, пожалуйста, садись. То есть они не очень по-доброму, по-хорошему. И ей нравится ходить. У нее есть друзья в садике уже. Собирали необходимые средства для Лизы и в рамках благотворительного концерта «Добрые песни о главном». Совместный проект Дворца культуры Арктика и регионального отделения российского Красного Креста помог десяткам ребятишек Неницкого округа. Последние собранные средства, которые были от концерта в прошлом году, «Добрые песни», все буквально полностью были перечислены на лечение нашего милого журавлика Варвары. То есть мы эту сумму послали, плюс еще спонсорские средства, и плюс еще получены благотворительные пожертвования от физических лиц. В принципе, и организации, и общественные учреждения, и лично каждый, мне кажется, каждый практически житель поучаствовал именно в оказании помощи и на лечение детей. Все средства от продажи билетов были направлены на помощь в первую очередь детям, которые тяжело больны. А именно на их реабилитацию, лечение дорогостоящие препараты. В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, концерт тоже состоится. Правда, совершить свой добрый поступок и сделать пожертвования жители Нау смогут в онлайн-формате на платформе «Бумстрит». За ночами было принято решение, что мы будем снимать видеоклипы, так как это единственная форма, которую можно представить в онлайне. В этом году у нас хиты нулевых, то есть всем любимые песни, любимое время, поэтому, я думаю, наши зрители не останутся равнодушными к такому репертуару, будут припевать и пританцовывать. Жаль, что не в зале, но хотя бы у себя дома. Десятый юбилейный концерт «Добрые песни о главном» пройдет в декабре. В онлайн-формате прозвучат известные хиты двухтысячных в исполнении госслужащих, депутатов, руководителей органов госвласти и предприятий, представителей общественности и сотрудников полиции. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.